В 2016 году в Кустанайской области на реализацию первого направления программы дорожной карты занятости 2020 из республиканского бюджета выделено почти 5,5 миллиардов тенге. Еще миллиард область получил дополнительно. Половина суммы предусмотрена на первое направление, то есть обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и ЖКХ. За счет этих средств ремонтируется 429 объектов. Это школы, дома культуры и больницы. При этом активной мерой занятости охвачено 4153 человек, а если взять все программы, реализуемые как государственные, так и отраслевые, то 18900 человек. По программе ДКЗ-22 сейчас ведется реализация 427 проектов, с которых уже завершено 161, на них трудоустроено 1200 участников. Что касается нереализованных проектов, то причина такой ситуации – позднее проведение государственных закупок и, соответственно, позднее начало строительно-монтажных работ. Что касается микрокредитования в рамках дорожной карты занятости 2020, то в Кустанайской области подано 387 заявок на 850 миллионов тенге, а 90% этих денег уже находится у получателей. По данным заместителя Акима Кустанайской области, Розы Кемаловой, низкими темпами идет освоение этих денег в Кустанай, Рудном, Кустанайском, Узункольском, Карасуском и Житегоринском районах. По дорожной карте занятости 2020 ситуацию мы должны улучшить, хотя финансирование мы обеспечим в полном объеме. По дорожной карте занятости 2020 привлекли мы почти 8 миллиардов тенге. По сравнению с 2015 годом в 4 раза больше. По первому направлению особенно радует почти 5,5 миллиардов тенге. Следующий год готовы привлекать, но мы видим, некоторые Акимы плохо работают, не контролируют ситуацию. Аким Кустанайской области подчеркнул, что у Акимов районов и городов есть всего несколько месяцев, чтобы работу на объекты завершить. Иначе положительных итогов по дорожной карте занятости Кустанайской области не достичь. Диар Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН.